Блиц-ФМ 105.5 Оранжевая зима! В эфире Блиц-ФМ с 16 декабря. Оранжевая зима! В эфире Блиц-ФМ с 16 декабря. Вы знали лучший среди эссе, написанных школьниками 10-11 классов или учащимися учреждений начального и среднего профобразования. Впрочем, главный документ страны, признается Андрей, ему еще предстоит прочесть до конца. Я считаю, что Конституцию должны знать все. Ты ей читал? Ну, так, частично. Самым юным участникам конкурса всего по 6-7 лет. Конституцию России многие из первоклассников еще и в руках не держали. Но с заданием справились на удивление хорошо. О правах и свободах человека ученики первых-четвертых классов, а также школьники коррекционных учреждений рассуждали, как умели. С помощью карандашей, фломастеров и красок. Лучшим, самой младшей возрастной номинацией в итоге признали рисунок 7-летнего Романа Макосеева, ученика лицея имени Ломоносова. Я взял тему «Свобода слова». Я написал с одной стороны мальчика-плохиша, который говорит, но не думает, что он говорит. А с другой стороны нарисовал того мальчика, который молчит, боится. А я изобразил весы вот с одной стороны. Стоит отметить, что конкурс с аналогичным названием «Я человек, у меня есть права» уже несколько лет довольно успешно проходит в Пермском крае. В Мариэл нынче он стартовал впервые по инициативе полномоченного по правам человека в республике. Жюри возглавил председатель Конституционного суда Мариэл. За два с небольшим месяца было прислано более 800 творческих работ, рисунков, сочинений, эссе. Максимальный возраст участников – 18 лет. Конкурс призван познакомиться с правами как ребятам, так и взрослым, которые с ним работают. То есть для начала надо знать, что такое права, а потом мы понимаем уже дальше, каким образом мы можем их защитить, эти права, какими механизмами воспользоваться может человек для защиты своих прав. Мы в этой теме, я бы сказала, мы стоим только на самом начале. Но начало положено, и это радует. Узнать больше о конституционном правосудии в республике Мариэл теперь можно из этой книги. Издание с одноименным названием выпустил Конституционный суд республики. В этом году главный судебный орган конституционного контроля отмечает 15-летие со дня образования в Мариэл. Почти на 160 страницах. История, фото, биография судей, правовые основы, а также решение Конституционного суда республики за 2013 год. В их числе, например, нашумевшая история о том, как жители одного многоквартирного дома в Ишкороле добились снять шлагбаума при въезде во двор, который, по сути, ограничивал их право на свободу передвижения. В первую очередь книга будет интересна преподавателям и студентам юридического факультета. Ну а школьники вновь могут заняться чтением Конституции России. В следующем году конкурс «Я человек, у меня есть права» в Мариэл будет объявлен вновь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова